Всем привет! Каждый день с экрана телевизора нам рассказывают, что жизнь в России и непосредственно в Крыму становится лучше и прекрасней. В Крым вливаются в данный момент миллиарды бюджетных денег и масштабные глобальные проекты в Крыму контролируются очень жестко. Там все открыто и ведется жесткий контроль за использованием финансов. Но сегодня давайте проедемся по столице Крыма и посмотрим, как же реализуются проекты. Не сильно глобальные. Это такие местные ремонты дорог, благоустройство общественных территорий и все, что делается для удобства людей, для удобства жителей столицы Крыма. Я уже неоднократно снимал для вас видео о ремонте дорог в городе Симферополе и ссылочка на видео будет в описании. В данный момент я нахожусь на улице Дмитрия Ульянова в столице Крыма. Здесь в данный момент производится капитальный ремонт дорожного полотна, также идет ремонт и строительство новых тротуаров. Мы видим, что работает дорожная техника. Подрядчиком этого ремонта выступает всем известная компания ВАД, но не сама компания ВАД в данный момент производит эти работы. Компания ВАД взяла себе субподрядчика ООО ДСК. Ну что, давайте смотреть, что же здесь делают и оценивать качество. Тротуары на этой улице расширили и уже укатали в асфальт. Конечно же, не все работы еще закончены. Срок окончания работ 1 июля 2021 года. Что касаемо самой проезжей части. Проезжая часть была здесь отвратительная, вся в ямах. Асфальт новый уже уложили, бордюрный камень установили. Но еще существуют небольшие ограничения для движения автотранспорта, потому что все-таки еще, как я сказал, работы не окончены, работает дорожная техника. Но все сделают. Я регулярно езжу по этой улице на работу и также с работы. И, честно говоря, мне очень приятно, что состояние дороги стало очень хорошее, что уже не приходится прыгать по ямам. Улицы, прилегающие к улице Дмитрия Ульянова, тоже отремонтировали. Дорожное полотно на улице Ушукова обновили. Укатали новым асфальтом. Также сделали новые тротуары. Тротуар здесь был очень узкий. Действительно, асфальта на этом тротуаре никогда не видели. Но, смотрите, асфальт новый, бордюрный камень новый. И это очень радует. Многие из вас знают, что обеспечение водой жителей Крыма, как пресной питьевой, так и технической, стоит в данный момент очень остро. Вода вроде бы есть. Да, графики смещаются, снимаются во многих городах Крыма. Но вода есть не в достаточном количестве. И я нахожусь на пересечении улиц Севастопольская и Данилова, возле пруда. Этот пруд здесь еще со времен Советского Союза. Он так и назывался. Пруд на Данилова. Во времена Советского Союза, возле этого пруда, были оборудованы места для отдыха. Установлены лавочки. В данный момент находится все это в таком ужасном состоянии, страшном, затрапезном. Никто здесь не занимался ни реконструкцией, ни благоустройством. Сделан спуск к этому пруду. За моей спиной находится небольшое сооружение. Оно достаточно старое. Порядок давно не приводилось. Но его отсюда не убрали. Для чего же возле Даниловского пруда поставили это сооружение? Я вам сейчас объясню. Во времена Советского Союза сюда заезжали автомобили, цистерны. И набиралась вода, техническая вода набиралась из этого пруда. Для поливки газонов в городе, для мытья улиц в городе Симферополе. Этот пруд, он подпитывается подземными родниками. И даже в самые времена, в самые годы, когда была жестокая засуха, когда пересыхало водохранилище Симферопольское, здесь вода всегда была. Этот пруд раньше был чистый. На берегу было очень много рыбаков. Гуляли люди с детьми, плавали утки. Даже мама мне рассказывала, что сюда прилетали лебеди. Сейчас мы слышим только кваканье лягушек. И там пару уточек плавает еще в этой болотной тени. Внимательно посмотрите, во что превратили этот пруд. И напишите, пожалуйста, свой комментарий, должны ли власти города все это почистить, привести этот водоем в надлежащий вид. И действительно, при том, что недостаток воды, все-таки действительно недостаток воды, использовать воду из этого пруда, хотя бы в технических нуждах. В своем предыдущем видео я освещал, как бездарно проводятся работы по благоустройству и реконструкции придомовых территорий, как все это затягивается, что работы были начаты, потом брошены. И вот это видео я отправил мэру нашего города, Валентину Демидову. И на удивление мне очень быстро пришел ответ. Ответ пришел буквально на следующий день. И Валентин Демидов мне написал, что он ежедневно бывает на всех этапах благоустройства, на всех объектах. И он доволен, все идет прекрасно. Работы ведутся в срок. Что меня удивило, например, вот Балакуна я вам показывал, там полгода работы не велись. Но ответ был, что все хорошо и прекрасно. Но давайте вернемся к сегодняшнему видео. Я нахожусь рядом с улицей Севастопольской. Здесь придомовая территория сделана. Установлены лавочки. На лавочках написано Симферополь. Также стоят... Сейчас подойдем, я покажу. Установлена зона отдыха с лавочками и перголами. Да, это перголы, я это слово выучил. Ну что, пойдемте и посмотрим. На улице Севастопольской возле дома номер 70 сделали неплохую придомовую территорию. Место для отдыха стоят лавочки, уложена новая тротуарная плитка. Произведено озеленение, установлено освещение в вечернее время. Урны тоже присутствуют. Ну, в принципе, неплохо. И такую общественную территорию для отдыха горожан сделали по всему протяжению улицы Севастопольской, от улицы Дмитрия Ульянова до парка Шученко. Установлены лавочки, тротуарные дорожки заасфальтированы, сделаны урны. Все это в тени деревьев, зелени очень много. Ну, действительно, сделано, в принципе, неплохо. Почему говорю в принципе? Потому что, ну, мало того, что здесь все это сделали, это нужно периодически. И не только периодически, а даже, будем говорить так, постоянно подметать, чистить. Потому что я смотрю, здесь, на этой тротуарной дорожке, давно не подметали. Действительно давно, что она грязная, пыльная. А люди приходят сюда, чтобы провести свой отдых, чтобы подышать воздухом, а не дышать пылью, которая вот здесь вот лежит. Это огромный минус коммунальщикам, то, что они не занимаются. Это сделали и про это забыли. После трудовой недели люди нуждаются в отдыхе. И не у всех есть возможность выехать какой-нибудь за город, к морю, подышать воздухом вдоволь. И люди выходят в парки и скверы. Да, действительно, парки и скверы Симферополя пользуются спросом. И я специально сегодня не пошел в парк Гагарина. Там более-менее все благоустроено. Людей очень много. И в данный момент я нахожусь возле улицы Севастопольская, опять же, в парке и вне Шевченко. Здесь, на этом месте, когда-то был картодром. Здесь гоняли на картингах, на бензиновых картингах. Теперь раздолье детям. Заасфальтировано, размечено. Дети катаются на самокатах, велосипедах, пускают электромашинки, кормят голубей. Травка покошена. Запах свежокошенной травы прекрасный и великолепный. Но вместе с вами мы сейчас пройдемся по этому парку. Посмотрим, все ли так хорошо. Если я увижу какие-то недостатки или что-то плохое, я обязательно, обязательно вам скажу. Вы же знаете, я не умею врать и молчать. Прошел немножко дальше, увидел классную вещь в этом парке. Небольшая территория, где маленькие дети со своими родителями могут освоить азы правил дорожного движения. Стоят знаки, разлинейная дорожная разметка, сделана в виде улиц, в виде домов. То есть дети катаются на велосипедах, развлекаются, родители сидят на лавочках, отдыхают и смотрят за своими детьми. Теперь один огромный жирный минус, который может перечеркнуть все плюсы этого парка. В центре парка находится огромный недострой. Этот недострой уже здесь стоит очень давно. Планировалось здесь сначала торговый центр какой-то сделать, потом от этого отказались. Теперь же я вижу паспорт объекта. На паспорте написано строительство детского развлекательного центра. Да, это похвально, что в детском парке, в парке будет детский развлекательный центр. Привлекательный, как я его называю. Но что мы видим? Значит, написан заказчик, о, дизайн строен. Технический надзор, кто авторский надзор. Значит, не написан подрядчик, не написаны сроки исполнения работ, начало работ, окончание работ. И что-то мне кажется, что вот эта красивая вывеска, паспорт объекта, ну, которая нам ни о чем не говорит, она ненужная, бесцельная. И вот этот недострой, он простоит еще лет 10, потом разрушится. Работы здесь не ведутся. Так что, вот это огромный, большой минус. В рамках благоустройства и улучшения общественной среды по всему городу устанавливают вот такие новые остановки. И на улице Севастопольской, улица Севастопольская написано, называется остановка. Хотя, раньше эта остановка называлась мясокомбинат, потому что здесь, во время Советского Союза, находился мясокомбинат. Сейчас там склады различных баз. Сейчас эта остановка заявлена как умная, интерактивная, с видеонаблюдением, с USB-зарядками. Но видеонаблюдения я, к сожалению, не вижу. Наверное, сэкономили портов, USB-зарядок тоже нет. То есть, даже не сделали отверстия, куда вмонтируют разъемы USB. Но дело не в этом. В этом, одновременно с установкой этого павильона остановки, стали делать территорию здесь, вокруг. Делали благоустройство, чтобы людям, которые идут к общественному транспорту, на эту остановку было удобно подниматься сюда. И что мы видим? Очень-очень давно были начатые работы по реконструкции ступенек, которые ввели сюда. Давайте подойдем поближе и все детально рассмотрим. Опорную стену сделали. Уже месяца четыре работы здесь не ведутся. Залили бетоном, а палубка осталась. И ступеньки. Скажите мне, по таким ступенькам возможно подняться на остановку? Ну, ладно. Ступеньки вы увидели. Ступенек нет. Но по его ступенек есть задуман точнее. Вход на остановку, подъем на остановку для маломобильных лиц-граждан. Проходим немножко дальше. И что мы видим? Вот там вот у нас подъем по ступенькам должен был быть. И дальше дорожка, которая вела бы сюда на тротуар. И по ней могли бы подниматься сюда, к этой улице маломобильные граждане. Но скажите мне, возможно ли, возможно ли человеку на коляске, колясочнику или маме с ребенком, который в коляске, подняться отсюда сюда? Только разве что на руках. Я повторюсь, уже несколько месяцев, вместо 4 здесь работы были прекращены. Людей я не видел, а по этой улице я езжу достаточно часто. Так что, ребята, вот так вот все это происходит. К сожалению, сегодня я показываю вам плюсы. Я хотел показать очень много плюсов. Но плюс я показал только один, все как-то минусы. Я специально все это не ищу. Но оно само по себе всплывает. Мне об этом пишут люди в комментариях. И я не могу молчать. Действительно, если это происходит, так это происходит. Некоторые зрители просили меня осветить тему строительства транспортной развязки на выезде из Симферополя в сторону курортного поселка Николаевка. Здесь раньше был мост. Да, заброшенный мост, движения по нему не было. Его разобрали. Плиты перекрытия складировали вот на этой территории. Ну, давайте подойдем поближе туда. Попытаемся проникнуть на строительную площадку очень аккуратно. И я вам все подробно расскажу и покажу. На подъезде к бывшему мосту, под которым можно было проехать в сторону Николаевки, стоит знак объезд. То есть теперь люди вынуждены, которые едут из Симферополя в сторону Николаевки, заезжать на объездную автодорогу, там разворачиваться, проезжать и продолжать движение в сторону Николаевки. Также люди, которые едут по объездной автодороге, чтобы попасть в этом месте, в Симферополь, проезжают вокруг, в той стороне разворачиваются. Там даже не сделали временной асфальтированной дороги, просто насыпали щебня. О начале работ здесь, на этом месте, я уже снимал. И подсказочка появится в данный момент в каком? Ага, о, в этом углу экрана. А ссылочка будет в описании. Ну что, пойдем дальше. Вы видите движение автомобиля в этом месте, возле стройплощадки, где находился старый мост. Территория расчищена, лежат отдельные плиты перекрытий, которые еще отсюда не убрали. Все ограждено. Работает только один экскаватор, который грузит на самосвал породу. Немножко раздвигают границы, где будет находиться транспортная развязка. Срок окончания работ по строительству этой транспортной развязки декабрь 2022 года. Так что работы будут еще продолжаться, работы будут идти. Но, как я сказал, почему-то медленно. Возможно, нет стройматериалов, возможно, нет плит перекрытия. Мое мнение, конечно, развалить-то развалили быстро. Но, мое мнение, нужно было начинать работы, когда будут все строительные материалы. То есть, как только пришли плиты перекрытия, как все это пришло, согнать технику, как это было сделано. Все это развалить, быстро расчистить и сразу же начинать делать. Потому что я все понимаю, что процесс строительства автомобильных развязок достаточно долгий, трудоемкий. Они должны быть построены согласно нормативным документам, ГОСТам, пройти все тесты на прочность. Но, вот этот огромный период, в который будет строиться, вот эта транспортная развязка, создает огромные трудности для людей. А скоро сезон и направление Николаевки, оно очень востребовано. Также по объездной автодороге некоторые люди будут выезжать в сторону Севастополя. Но, как-то здесь будут возникать пробки. Вы сами видите, вот эти машины, они едут из Симферополя, потом по петле заворачивают на другую сторону объездной автодороги и продолжают движение. Или в сторону Николаевки, или же в сторону Севастопольской автодороги. Вот вы сами видите. Это сегодня выходной день, не раннее утро, не час пик. И я повторюсь, еще не сезон, не курортный сезон. В будний день, что утром, что вечером, возникают огромные пробки, здесь тянучки. Сегодня я вам показал в своем видео достаточно много. Кому мало, напишите, пожалуйста, в комментарии, конечно же. Возможно, я в следующий раз, если вам будет мало, сниму и более длинное видео. На этом я хочу сегодняшнее видео закончить, но с вами не прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.